Тиль Один из самых часто упоминаемых музыкантов на этом канале С группой Рамштайн меня связывает многое, но придержу-ка я эти воспоминания для другого биографического ролика Который будет посвящен уже не кому-то конкретному из этой великолепной шестерки, а группе в целом Однако сейчас, дабы хоть немного скрасить ваши ожидания, мы поговорим о единственном в своем роде Тиле Линдемане Я люблю русские девочки Приятного просмотра Небольшая рекламка и погнали Что с ним? Острая Рамштайновая недостаточность Футболку На Воды, воды Сейчас На Плед, плед, холодно Плед Вот же плед На Плед Носки, носки, носки Срочно, носки Носки Моски 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 Вот и наступил декабрь Зато Камон, ребят Уточка Одежда, аксессуары Товары для дома Музыка, игры, фильмы Чего там только нет Или Сделайте что-то свое А кто вам запрещает? А чтобы ваш шопинг был еще выгоднее Используйте промокод на скидку в 10% Он будет суммироваться с акциями на сайте Ну, красота Все необходимые ссылки в описании Ти Линдеман родился 4 января 1963 года в Лейпциге, Германия Но большую часть своего детства он провел в Шверине и в деревне Вендишприборн Жизнь в деревне – настоящее удовольствие Я люблю тишину, люблю спокойствие, а шум убивает Его отец, Вернер Линдеман, был писателем Да и по сей день на родине он считается довольно известным автором А мать знаменитого в будущем музыканта работала в сфере журналистики В общем, с пером и бумагой Тилю пришлось познакомиться достаточно рано Отец мечтал, что его сын, так же как и он, однажды станет поэтом И все же, на тот момент, лишь одна вещь привлекала его гораздо больше Спорт И аппетитные девушки Ладно, две вещи Тиль даже сейчас для своих лет выглядит отлично Всерьез претендуя на звание хозяина этой качалки Сам музыкант объясняет выдающуюся форму не только тем, что Ну на меня вообще-то камеры направлены Но и привычками прошлого Плавание С самого детства Меня даже приняли в специальную спортивную школу, после которой я мог попасть на Олимпиаду И он действительно туда попадет Ну почти Если говорить о его жизни, эта история одна из самых распространенных В конце 70-х за выдающиеся показатели Тиля все-таки сделают частью сборной ГДР по плаванию И ему пророчили даже выступление на грядущей, легендарной для нас Олимпиаде в Москве До свидания наш ласковый Миша Но Линдеман на то и тиль, что выбирая между красивой девушкой и всем остальным Всему остальному приходится подождать На тот момент они со сборной находились в Риме, готовясь к чемпионату Так как это была его первая поездка за границу, желание посмотреть мир взяло свое Он берет подружку в охапку и уже вместе они отправляются гулять по улицам Италии Как вдруг им на глаза попался какой-то странный, ранее не виданный магазин Магазин с игрушками для взрослых Я почему-то даже не удивлен, что Тиль, даже не зная города, интуитивно пришел туда, где был секс-шоп Той же ночью они снова сбегут из гостиницы, дабы еще раз посмотреть на витрины с диковинными предметами Разумеется, за нарушение дисциплины пришлось отвечать Хоть официальной версией считается, что Тиль получил травму на тренировке Я всегда дрожал за три дня до соревнований Строгая сосредоточенность и бесконечно долгое ожидание И только тогда, когда звучит свисток, приходит облегчение Уже погружаясь в воду, я мог сделать выводы, хорошо все пройдет или нет Облегчение после погружения в воду Рядом с Тилем не плавать А как-то раз после заплыва, тренер жестко высказал мне все, что обо мне думает Потому что я был недостаточно быстр И тут с трибуны спустилась моя бабушка и наорала на него в ответ Как ты разговариваешь с моим внуком? Спросила она Я и так всегда ее обожал, но эта секунда навсегда мне запомнилась Никто ведь не смел делать ничего подобного, так как тренер это неприкосновенный авторитет Но бабушка все равно за меня заступилась Думаю, будет справедливым сказать, что состав культового немецкого коллектива был сформирован весьма прозаично Они и так были знакомы друг с другом через пару рукопожатий В начале 80-х ударник Кристоф Шнайдер, клавишник Кристиан Лоренц и гитарист Паули Ландерс Уже играли вместе в составе группы Feeling B А Тиль, сидевший на тот момент за барабанной установкой На пару с другим гитаристом, Рихардом Круспе, играли вместе в коллективе First H Куда, к слову, уже к середине 80-х заглянет и все тот же Пауль Обе группы были с большим потенциалом, оно и понятно Но распада им избежать не удалось После чего Рихард, подружившийся с Ландерсом настолько, что они до сих пор любовь крутят Решили сколотить новую команду, собрав воедино своих старых знакомых И несмотря на то, что Тиль номинально был ударником Круспе станет одним из первых, кто отметит проникновенный вокал Тиля В тот день мы были у него на ферме Он плел корзинки и что-то напевал себе под нос Тогда я спросил его Эй, не хочешь стать вокалистом в нашей новой группе? Когда он пел, его голос звучал очень низко и очень объемно Я был уверен, что из него выйдет отличный вокалист Хотя сам Тиль был уверен в обратном Утверждая, что особых вокальных данных у него нет А поет он просто для себя Но они его все-таки уговорили И как мы теперь знаем, не зря Сначала у меня ничего не получалось Но как и в любом деле, самое главное — это практиковаться Но я хорошо помню, как мама сказала мне Ты издаешь только шум Попробуй научиться петь Я два года брал уроки у оперной певицы Она жила в Берлине на другом конце города Я это ненавидел Сами по себе поездки были очень долгими А она была очень суровой Мне приходилось петь, держа стул над головой Или отжиматься для работы с диафрагмой И это мне очень пригодилось в дальнейшем Так как на сцене нужно много двигаться А вы знали, что у Тиля Со временем выработалась привычка Записывать всю песню целиком С одного дубля И таких дублей надо было сделать очень много Чтобы потом выбрать лучшее Первое время они пробовали писать песни на английском Давно известно, что американцы, как минимум раньше Скептично относились к трекам на непонятных им языках А у британцев так вообще премии вроде исполнитель года По сей день получают только уроженцы Великобритании И тогда в дело вмешался самый принципиальный участник коллектива Флаки Лоренс Он сказал Мы немцы, так давайте петь на немецком И Тиль, большой любитель поэзии, не смог с ним не согласиться Потому как у него самого неоднократно возникали проблемы с языковым барьером Когда он пытался перевести ту или иную метафору с немецкого на английский Тиль, он подходит в том, что он обычно поднимет На этом рифе, который обычно в трекам, как это лид Харти риф, харти риф, фальши риф, фальши риф Тиль, который поднимет уже в лиде Но все понимали, что подобным решением они сильно себя ограничивают в рамках мировых продаж. Какой смысл в хорошем тексте, если его все равно никто не поймет? Но учитывая то, что начинать им в любом случае придется в родной Германии, они решили попробовать, однако не без козыря в рукаве. Мысль была примерно следующей. Если они не поймут, о чем мы говорим, то пусть они хотя бы увидят то, что мы показываем. Так и началось то самое легендарное файер-шоу. Стивен Тайлер, фронтмен группы Aerosmith. Рамштайн великолепный. Мне, когда я был на их шоу, чуть не расплавило очки, потому что было нереально жарко, а они ведь вообще стоят на сцене. Они поют на другом языке, а люди все равно от них без ума. Это и есть рок-н-ролл. С очками Стивена все было в порядке, но правда в будущем на одном из концертов таки случится неприятный казус. Во время выступления у них загорелась сцена. Тогда Толик понял, что все эти предупреждения с огромными красными восклицательными знаками и черепами после слова «Осторожно» рисуют не просто так. В конце концов, не бенгальскими огнями балуемся. После чего им было принято решение получить специальное образование, дабы обезопасить и себя, и команду, и, само собой, зрителей. Далеко не каждый осмелится взять на себя такую ответственность. Изначально я начал использовать пиротехнику, потому что мне было скучно просто стоять на сцене, когда я не пою. Первое время мы хотели впечатлять людей нашим шоу, но в будущем все эти взрывы и хлопки начнут дополнять общее звучание. Не будем умолять заслуги остальных ребят, отвечающих за столь сложное и дорогостоящее шоу. Но, как говорил Пауль, все, что мы видим, в первую очередь должно получить одобрение со стороны Тиля. И не дай бог, если что-то пойдет не по плану. Она очень подняет, и она опять не подняет. И люди не понимают, конечно, ничего. Но когда-то уже много разрушает, когда-то не подняет. И когда-то еще разрушает, когда-то случается. И когда-то все случается, она появляется в гардеробе, и крахнет. И он будет автомизирует. Мужчин сих дон рейхтфатииген армсваста посетит и сон как я уже говорил при создании биографических роликов мне хочется не просто перечислять даты но еще и делать явный упор на раскрытие личности через акцентирование зрительского внимания на ключевой составляющей конкретной личности закомплексованность переросшая в безбашенность ози отсутствие должного признания мастейна несгибаемый характер Эминема, баланс между безумием и гениальностью Каньи, непонятый Мэнсон и так далее. Что же касается Тиля, меня еще со школы впечатляет его фанатичная преданность искусству. И если многие артисты ограничиваются лишь жертвами ментальными «Ой, я творец, оставьте меня в покое», то Линдеман готов также терпеть боль и физическую. Мне нравится боль, многих она пугает, но иногда боль помогает тебе снова почувствовать себя живым. Например, во время работы над клипом «Розен Рот» им натурально пришлось пройти через самобичевание. Настоящие плети, настоящие удары, никакой защиты. Да, все били себя, но тот же Рихард пытался филонить. И угадайте, кто, перед тем, как началась запись нужной сцены, протестировал грядущее удовольствие на себе. Когда они снимали клип «Я сделаю тебе больно», режиссер придумал такую интересную штуку, как «Лампочка во рту». Представляете, вокалист поет, а изо рта светло упашет. Вот это я креативный. Но хорошая идея требует хорошей реализации, и они столкнулись с проблемой. А как в рот можно провести провода? Вариантов было немного. Или провести провод телесного цвета, или дырявить лицо. Угадайте, на чем они остановятся. Без анестезии, кстати. То же самое касается и сольных проектов. Если его бьют в клипе, то бьют по-настоящему. Понятное дело, что пинать берцами в лицо со всей силы – это маразм. Но удары по лицу – всегда пожалуйста. Напомню, что когда во время съемок фильма Егору Криду девушка дала пощечину, был скандал. И это я молчу про постоянные ожоги. Даже когда ты держишь малюсенький бенгальский огонь, и то нередко искры попадают на руку. А как вы понимаете, купаясь в фонтане из искр, кожа приходится не сладкая. Особенно принимая во внимание его открытую одежду. Во время съемок клипа Мутор на протяжении нескольких часов ему приходилось нырять в ледяную воду, а потом еще и сидеть обнаженным в сырой яме. А здесь съемки проходили на морозе. Его окатили из ведра, а затем бросили на снег. Люди называют тебя сумасшедшим, когда ты делаешь то, на что у них не хватило бы смелости. Но искусство без боли не бывает. Но вместе с тем, искусство существует для того, чтобы боль компенсировать. Ти Линдемон уверенно входит в список самых эпатажных артистов, но все эти провокации – лишь пикантная специя в блюде под названием «Годнота прямиком из Германии». Вот так. А то после череды его сексуальных скандалов многие уверовали, что он только не щадя себя трахаться умеет. К сожалению, ролик на этом придется закончить, так как в будущем я планирую сделать еще и отдельное видео по всей группе. А у них царит самая настоящая демократия. Рамы, наверное, чуть ли не единственная группа, где барабанщик и клавишник высказываются больше самого фронтмена. Отдельного разговора заслуживают его тексты, но пишет он их для группы. Надеюсь, вы понимаете. Ну а на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр, слушайте хорошую музыку и пока-пока. Продолжение следует...